История, наука не о прошлом, а о будущем. Эту истину часто забывают политики и используют ее в своих целях. Пример то, как над историей глумится нынешний президент России Владимир Путин. Забывая, что всегда диктаторы и тираны получают по заслугам. Мой коллега Сергей Еременко поговорил с историком Тамарой Эйдельман о будущем России, о том, ждет ли ее такой же процесс деноцификации, который проходила Германия после Второй мировой войны, и о том, что будет с россиянами после войны, развязанной Кремлем. Смотрите. Тамара Натановна, знаете, вот складывается впечатление, что человечество историческую науку определяет как науку о прошлом. Не все человечество, понятное дело. Но ведь история — это же наука о будущем. Как случается, что в какой-то момент, как вы думаете, почему так происходит, что вот эту вот абсолютно простую истину люди забывают? Вы знаете, что вы имеете в виду? Если вы имеете в виду, как огромное количество людей, что история дает возможность предсказывать будущее, то я с вами совсем не согласна. Историю можно назвать наукой о будущем, в том смысле история не о прошлом, и не о будущем, и не о настоящем. История о людях, которые жили в определенных обстоятельствах. И, соответственно, вот кто-то очень хорошо сказал, что задача историка — не судить тех, кто там что-то плохое сделал 300 лет назад, а понять, почему он это сделал. Вот какие были матери, что это, что для него было хорошо, плохо, ну и так далее. То есть история рассказывает нам разные вещи о людях, ну или об экономических условиях их жизни, о политических, каких угодно. И это может пригодиться для того, чтобы как-то смотреть в будущее тоже. В предсказания историков я не верю. Я не о предсказаниях, я вот как раз о, скорее, знаете, об опыте ошибок. Не зря же говорят, да, что учиться нужно на чужих ошибках, да? Это не всегда работает, да, но просто кажется, что когда речь идет о личном опыте, да, вот о конкретном человеке, который, да, зачастую он учится все же на своих ошибках. А вот если говорить о народе или о власти, то, ну, мне так представляется, я, безусловно, могу ошибаться. Это просто мой взгляд, да, на это, что ошибки прошлого при планировании и создании будущего и сегодняшнего дня, они должны учитываться. А то, что мы видим сейчас, это… Я прекрасно понимаю, что история, она не повторяется. Это, да, ну, какая-то иллюзия думать о том, что история повторяется точь-в-точь. Но ведь то, что мы сейчас видим в Украине и войну, которую Кремль развязал против Украины, это же в каких-то нюансах это повторение истории и не самая лучшая ее часть. Не так? Вот учиться на ошибках, даже на своих, очень нелегко. Помните, был такой анекдот там, что только эти поганые бледнолицы и дважды наступают на одни и те же грабли. Вот мы наступаем на грабли, потому что, именно потому, что все меняется все время. И даже если мы говорим про отдельного человека, вот, ну, не знаю, там, совершил какие-то глупости в отношениях женщины, и говорит, я больше так никогда не сделаю, а потом делает то же самое, ну, потому что ситуация как бы другая. Потом только видит, что это то же самое. Наполеон, когда шел на Россию, он очень внимательно изучал историю России и изучал то, как, скажем, вот, уже Дмитрий пришел в Москву, поляки пытались захватить, и он старался это учитывать. Но мы знаем, что учитывал, не учитывал, этого не вышло. Поэтому, знаете, вы видите в нападении на Украину повторение одного, а Путин видит повторение другого. Он там, скажем, я так предполагаю, во время гражданской войны справились большевики со всеми и получили Украину. Почему он не может? Так что уроки-то, они разнообразные. Каждый может вытащить то, что ему нужно. Я бы поэтому больше делала упор на то, как люди решают сегодняшние задачи. Конечно, история им помогает, безусловно. Но каждый видит, что хочет. Я бы хотел с вами поговорить о будущем России. Не хочется ударяться в предсказания, астрологию и экстрасенсорику в этом случае. Ни в коем разе. Я понимаю, что этот разговор, он может быть построен на предположениях, скорее, нежели на… Ну, невозможно предсказать будущее при всем его желании. И вот, возвращаясь к тому, что когда происходят какие-то важные исторические процессы, вот сегодня, сейчас, люди всё равно, хочешь не хочешь, обращаются к истории. И те, кто любит историю, и те, кто не любит историю. Но когда ты живёшь в учебнике по истории, ты на несколько страниц всё равно назад допролеснёшь. В смысле? И вот, думая и рассуждая о будущем России, мне в голову приходит история с Германией и то, как она проходила процесс деноцификации. И мне бы с вами сейчас хотелось бы скорее даже об этом больше поговорить, о том, как это происходило в Германии. Потому что я, например, вот готовясь к интервью с вами, я с удивлением для себя обнаружил, что в ФРГ процесс деноцификации, не будем давать оценку, да, насколько он был успешный или нет, но он хотя бы был. А в ГДР, который под протекторатом Советского Союза был, фактически не было этого процесса. А почему? Ну, потому что там был сталинский режим, потому что там вообще представления о юстиции не было. Там посадили и расстреляли кучу народа, конечно, которых обвиняли в том, что они были нацистскими преступниками. Очень может быть, что кто-то из них и был. Но при этом одновременно, опять же, по умолчанию, зная, как это всё происходило, скажем, в России, в НКВД, ясно, что была куча народу ни в чём не повинных. И то, что, например, сегодня состав крайне правых националистических партий в Германии очень сильно это выходцы из Восточной Германии, это тоже не случайно. Там совершенно не произошло вот этого какого-то осмысления и переработки прошлого. Хотя там беспрерывно, конечно, говорили, так же, как и в СССР, беспрерывно говорили о борьбе с фашизмом. А если говорить о том процессе, который шёл ФРГ, процесс деноцификации, как бы вы его охарактеризовали? Из чего он состоял, этот процесс? Знаете, это очень сложная и, в общем, трагическая история. Я сейчас проехала пол Европы с лекцией под названием «Суд истории» и очень много как раз об этом там говорила. То есть первое желание было наказать всех. Ну, то есть кого-то там судить, казнить. Ну, во всяком случае, все виновны. Например, считалось, что совершенно не надо повышать, как-то развивать экономику, ну, первые самые годы, немецкую. Немцы голодают – хорошо, пусть голодают, ну и так далее. То есть пусть все несут ответственность. И в связи с этим, да, вот представить себе, что был бы мир, в котором бы не было нюрнбергских процессов, наказания. Он был бы ещё хуже, чем сейчас. Да, это невозможно. Карл Ясперс, великий философ, ещё где-то в 45-46 году он сказал, я надеюсь, что те, кто готовят этот процесс, хотят восстановить мировой порядок. То есть не просто наказать, ну да, а вот восстановление справедливости, установление нормы. Это, кстати, было сделано, потому что существуют нюрнбергские принципы, понятие преступного приказа и много всего другого после Нюрнберга. Но точно так же нельзя было оставить людей, которые, может быть, под уголовные преступления, под уголовный суд не подпадали, но были, скажем, активными нацистами. И вот тоже, как их оставить? То есть просто сказать, ну, ребята, война закончена, возвращаемся к текущим делам. Это же невозможно. И дальше был вот этот самый процесс деноцификации. Это была очень сложная процедура, когда надо было доказывать свою непричастность к нацистской деятельности. Она стала очень бюрократической, очень коррупционной. И она... Вот я понимаю, почему она была, но она совершенно не сработала. И, мало того, у немцев был очень сильно развит комплекс жертвы, потому что, конечно, они тоже страдали во время войны. И вот эти вот все преследования их, они только усиливали этот комплекс. И они задавали резонные вопросы. А вот те, кто подписывали Мюнхенское соглашение, они что, не сговаривали с Гитлером? А пакт Риббентропа-Молотова? А сейчас во всем обвиняют нас. А мы вообще, ну, какой-нибудь средний немец. А я ничего не знал, я тут ни при чем, я ничего не видел. Ну да, я был членом нацистской партии. Все были. Я сидел на собраниях. И у них совершенно не было ощущения своей ответственности, которую на них возлагали извне. И это вот очень трагический и сложный вопрос. Потому что не решать этот вопрос об ответственности невозможно. Но как раз пример Германии показывает, что вот это навязывание извне ни к чему не приводит. Я сейчас читаю книгу Моники Блэк «Земля, одержимая дьяволами». О том, как в послевоенной Германии было развито ожидание конца света. Ведьмы, охота на ведьм, целители всякие. То есть вот эта такая рациональная Германия была вся в руках, была охвачена вот этим иррациональным ужасом. И ее идея, в частности, в том, что это потому, что они отказывались признавать то, что произошло. Вот им навязывают, они отказываются. Показывают фотографии, они говорят, «А может, это вообще немецкие солдаты в американском или в советском лагере?» Этого быть не могло. И по-настоящему-то все преобразилось только через 25 лет или даже больше. Вы сейчас сказали о том, что, да, там, показывали, показывая фотографии, некоторые немцы могли сказать о том, что это подлог, это все неправда. Я читал воспоминания одного из немцев, который тоже проходил процесс деноцификации. И он был в числе тех немцев, которых вот в принудительном порядке водили на показы этих документальной хроники, да, о преступлениях войск Германии, в том числе в концлагерях. И он говорил о том, что вот была часть людей, которые были в шоке и в ужасе и рыдали, потому что, да, они не знали о том, что творит немецкая армия на тех территориях, которые оккупируют и в концлагерях. А была часть, которые сидели так, ну, не знаю, условно, ногти себе рассматривали и вот из разряда, ну, что вы, опять хотите оболгать нашу славную армию. И я, вот, знаете, подумал о том, что, ну, как-то вот в 45-м, в 47-м, в 50-м году, да, например, представить вот это можно, потому что средства массовой информации, во-первых, их было немного, технических возможностей узнавать информацию было немного, радио, газеты и все по большому счету. А сейчас в эпоху интернета, в эпоху спутниковых снимков и так далее, получить информацию очень просто. В то же время, вот это активно продвигающийся нарратив российской пропаганды о том, что то, что было в Буче, в Ирпине, в Изюме, что это все неправда. Как вы думаете, как стало возможным то, что в 2022 году, в эпоху интернета, в эпоху того, когда мы с вами, сидя в разных странах, по видеосвязи общаемся? Как стало возможным то, что на вот столько десятилетий в этом плане назад отбросилось общество? Вы знаете, то же самое говорили про Германию. Германия, Шиллера, Гёте, Бетховена. Как стало возможно, что там были совершены такие зверства? Это, кстати, для многих, и не только немцев, было как раз доказательством того, что это невозможно. Германия цивилизованная страна. Понимаете? Это совершенно не вопрос страны и не вопрос её культурного наследия. Это вопрос вообще характера человека. Как мне кажется, что в каждом из нас живёт, ну, простите за банальность, живёт добро и зло. Людей, которые были бы абсолютными маньяками, злодеями, не так уж много. Точно так же, как не так уж много тех, кого мы, условно говоря, можем назвать святыми. Это крайности. А мы грешные посередине. В нас намешано всё в разных сочетаниях. Чего-то больше, чего-то меньше. А дальше, в зависимости от обстоятельств, какие-то качества легче проявить. Ну, в стране, где доносить стыдно, и ты знаешь, что, скажем, на анонимный донос не отреагируют, то ты, может, хотел бы донести, но это как бы игра не стоит свеч. В стране, где доносительство приветствуется, и где ты знаешь, что ты напишешь любую гадость, и это будет разбираться, то ты очень хорошо это будешь делать. Но помимо... Ну, я только не хочу всё списывать на обстоятельства, потому что в любых обстоятельствах есть люди, которые ведут себя подло, а ведут себя благородно. Обстоятельства облегчают проявление дурных или хороших качеств, но дальше всё равно остаётся свободный выбор человека. Вы вспоминали Нюрнберг, и вот я читал, что из всех пропагандистов немецких единственный, кто был наказан, ну, предан суду и наказан за то, что делал, это был главный редактор газеты «Дэрштюрмер» Юлиус Штрейхер. И то, судя по всему, его предали суду и наказали не столько, наверное, может, даже за то, что он был пропагандистом, а за то, что он... Он был гауляйтером Франкони или что-то там в этом роде. Конечно, если бы не это, он бы не пошёл на виселицу. Его, может быть, посадили бы, но смертный приговор, конечно, был не за Штрейхер, не за «Дэрштюрмер», хотя это вообще запредельно было, а за депортации, которые он устраивал, и погромы. А как вы думаете, почему пропагандисты вообще не были наказаны, по большому счёту? Нет. Ну, понимаете, во-первых, дело же было не только в Нюрнбергском... Наказывали не только в Нюрнбергском процессе, но это очень большой вопрос, как наказывать за слова. Это очень большой философский вопрос. Потому что если мы начинаем наказывать за слова, то мы можем пойти очень далеко. и дальше говорить, что вот и это нельзя говорить, и это, и это, и это, и дальше свобода слова заканчивается. Вопрос о том, где заканчивается свобода слова, а где начинается разжигание войны, на сегодняшний день, в общем, в цивилизованной ситуации, это решается так, что там, где есть непосредственно призывы, скажем, к убийствам, вот сейчас судят в Париже, сколько там, 25 лет скрывался этот, из Руанды, хозяин радио «Тысячи холмов», теперь его судят. И радио «Тысячи холмов» — это как раз пример ясного совершенно, потому что они просто открыто призывали к убийствам, они называли адреса людей, которых надо убить, то есть они прямо вот людям говорили, рядом с вами живет вот такой-то, идите туда-то. И здесь есть уголовный человек, который просто поддерживает Путина и говорит об этом. Знаете, я вот на лекциях рассказывала, это почему-то всегда вызывало аплодисменты, потому что Маргарита Симоньяна написала в Твиттере, что она остановилась на светофоре, подъехала машина, мужчина попросил ее отпустить стекло, она опустила, он плюнул ей в морду. Почему-то все аплодируют. И я понимаю это желание. Я сама неоднократно думала, вот бы где-нибудь встретиться с Маргаритей Симоньян. А вот власть меняется. Как ее судить? Я не очень это понимаю. Здесь есть такая вещь, как общественное мнение. Кнут Гамсон был кумиром всей Норвегии, но его даже судили, потому что он активно поддерживал нацистов, он выступал, он писал. Но он был уже старенький, поэтому его в тюрьму не посадили, а приговорили к штрафу. После чего к его дому приезжали люди со всей Норвегии и бросали через забор свои книги. И, может быть, это правильная вещь. Я понимаю, можно сказать, да, есть такие, которым там плюнь в глаза божья роса. Но я очень много думаю о том, как вот все это будет в России. Я надеюсь дожить до этого. И я бы не хотела, чтобы это перешло в охоту на ведьм. Потому что охота на ведьм ничего не меняет. Мне совсем не жалко ни Маргарита Симоньян, ни Дмитрия Киселёва. Вопрос в том, как будет дальше с Россией. И это очень сложный вопрос. А у вас есть хотя бы какие-то предположительные намётки ответа на этот вопрос? Наверное, в российской ситуации, скажем, во-первых, международный трибунал будет, наверное, более правильным решением. Международная юстиция вступает в действие, если страна сама не может гарантировать объективный суд в ту или другую сторону. Не слишком жестокий, не слишком мягкий. Вот я не уверена, что Россия после всего происходящего как бы ни менялась власть, что Россия будет способна гарантировать справедливый суд. Я не сомневаюсь, что будет куча народу, которые будут хотеть заниматься этим судом. Но вот мне представляется более правильным, чтобы, скажем, Россия готовила документы, факты, сведения, а дальше объективный суд, при том, чтобы эти люди могли защищаться, конечно, чтобы объективный суд рассматривал и смотрел, где есть уголовная ответственность. Вот когда готовили Нюрнбергский процесс, то советские адвокаты, это же были те, кто готовили московские процессы 37-38-го года. И они говорили, а что там, давайте мы их всех сразу казним. Фашизм плохо? Плохо. Давайте мы вот обнародуем фотографии икон с лагерей и всех казним, потому что они все фашисты. А американский обвинитель, который открывал процесс, он сказал, мы берем на себя бремя доказательств. И это должно быть доказано. Знаете, я вот прочитала очень внимательно расследование The Associated Press. о, господи, как его зовут-то, Чешко, да, генерале, который возглавлял восточный вооруженный... Чайко. Чайко, да. И, ну, там, конечно, не все обнародовано, что они собрали. Но я очень хорошо уже понимаю, как, например, его адвокаты будут действовать. Ясно, что он никогда не подписывал никакого приказа. Пытайте мирных жителей. Там есть приказание провести, жестко провести зачистку. А что это значит? А это можно очень по-разному толковать. То есть, надо будет находить сведения о том, что он отдавал приказ. То есть, надо найти кого-то, кто это засвидетельствует. Или, по крайней мере, о том, что он знал, что происходит, и не останавливал. Потому что, если этого не произойдет, то у него будет вся возможность, как бы там не закончился суд, говорить, что его оклеветали, что на него свалили чужие преступления. и главное, что тогда этот суд не будет... Суд же это не просто месть. Это вот восстановление справедливости. Это нормы. Вот этот суд не будет нормативным. Поэтому, конечно, это огромная задача. Вот. А помимо этого, мне-то кажется, то есть, конечно, должны быть наказаны те, кто совершали уголовные преступления. Конечно, скажем, я все время думаю про образование. Те, кто выстраивают детей буквой Z, здесь нет уголовного преступления. Но они не должны просто работать с детьми. Они в школе работать не должны. Но тоже охота на ведьм и увольнение или там преследование каждого, кто когда-то там сказал, что он не против спецоперации, это неправильно. А важнее, мне кажется, вот я все время думаю, нам что, ехать или шашечки? Мы хотим свести счеты или мы хотим, чтобы это не повторилось? Люди, преступники должны быть наказаны. Безусловно. Фор должен сидеть в тюрьме, как говорил Глеб Жеглов. Но когда Глеб Жеглов подбрасывал кошелек, даже если он был уверен, что это вор, ничего из этого не выходит. И мне-то кажется, что огромные усилия должны быть, гигантские усилия, должны быть приложены для демилитаризации России. И не просто сокращение армии, как это было с Германией тоже в 20-е годы, для демилитаризации мышления, преподавания истории. Вот сейчас снова стали мальчиков-десятиклассников отправлять на военный курс, ну, такие слеты. Вот. Для уменьшения уровня агрессивности в обществе, в целом, в семье, по отношению к детям, к инвалидам, к животным, в роддомах, в армии, на работе. Это как бы не имеет отношения к войне. Но это тот, та почва, на которой война выросла. Мало того, это всё будет ещё сильнее, потому что вернутся люди с посттравматическим стрессом. Неважно, совершали они зверство, не совершали, они будут в тяжелейшем психологическом тупике. их родные и родные погибших. Вот здесь должны быть какие-то психологические программы. И это не должна быть программа. Вот я очень понимаю это желание на всем тоже просто показать фотографию Буччи и сидите и думайте. Ну, они скажут, как им уже объяснили, что это там актёры трупы изображают. Должно быть какая-то такая работа, чтобы они сами задумались о том, что такие вещи, как в Буче, невозможны. Это очень сложная, очень тонкая, очень долгая работа. Мы знаем, что Германия пришла в себя через поколение. И мы знаем другие примеры тоже. Говоря о Германии, я читал, что, наверное, один из самых первых и самых громких публичных публичных, публичного покаяния немецкого народа в лице канцлера Вилли Бранта тогдашнего был в 1970 году, когда он в варшавском гетто стал, преклонил колено перед памятником жертвам нацизма. Я думаю, прошло 25 лет. Я понимаю, что для истории 25 лет это момент, даже меньше. Это песчинка просто. Но для человеческой жизни это треть жизни. И в то же время я читаю, что оказывается в 70-х годах среди школьников старшего возраста в Германии стал очень популярен Гитлер. Тут может даже не конкретно нацизм, а вот персона Гитлера. Как такое возможно? Где это в Германии стал популярен Гитлер? Я читал свидетельства, воспоминания немца, который сам тогда был школьником. И вот он писал о том, что 8-9 лет... Я же не говорю о всех. Я уверен, и он не говорит о всех школьниках. Но сам факт того, что это стало... Тут Вилли Брандт преклоняет колено, тут в школе школьники восхищаются Гитлером. Ну и снова-таки, да, вот процесс понимания в украинском языке есть слово усведомление. оно несколько шире, чем слово понимание, да, усведомление вот этого, этих всех ужасов, которые натворила немецкая армия и гитлеровский режим, и в Германии, и за ее пределами. На это понадобилось очень много времени, и, наверное, даже и не 25 лет, потому что были же функционеры и НСДАПа, и непосредственно там армии, которые там либо избежали наказания, либо их посадили, но они там отсидели какую-то часть срока и были выпущены там досрочно, и продолжали настаивать на позициях нацизма? Нет, ну настаивать все-таки они сидели тихо, но действительно в 1949 году была большая амнистия, мы говорим конечно про ФРГ, и потом было еще несколько амнистий, и идея заключалась в том, это идея, которая, ну потом она в Испании тоже была, в какой-то мере она была в России в эпоху перестройки, ну как бы у нас были тяжелые времена, а теперь мы создаем новую нацию, мы строим на чистом листе, мы ничего не вспоминаем, это звучит очень гуманистично, очень здорово, да давайте мы больше не будем перейдить раны, поэтому амнистия это всегда тоже гуманистическое дело, но потом получается, что это не срабатывает, вот прошло, прошли еще годы, и скажем, к концу 60-х оказалось, что новое поколение в Германии задает вопросы родителям, а что вы делали, и вот и началось, 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 ну, эти вещи, вот получается вообще ужасная, конечно, вещь, то есть если просто всех наказывать, Корчик сказал, наказание освобождает от мук совести, если просто всех наказывать, то очень сильно вот это вот ощущение, ну, почему мы, а мы-то что сделали, а если всех прощать, то, а что по этому поводу думают жертвы и их родственники, ну, и вообще просто, не знаю, мировой разум, то есть должна быть какая-то срединная линия между наказанием и прощением, и это ох, как сложно, ох, как сложно. Я читал статью о деноцификации в Германии и там в том числе речь шла и уже о нынешних временах и журналист пишет о том, что во Франкфурте проходила выставка, которая называлась «Война на уничтожение» преступления вермахта 41-44 годов и в связи с этой выставкой разразился скандал, потому что под некоторыми фотографиями были там не те подписи, которые там возмутили общество. В итоге собралась комиссия, они там перепроверили, да, действительно, что-то не так было там подписано, а это свидетельство преступлений, то есть и речь же идет, да, о смерти и убийствах мирных жителей. И вот и он и журналист пишет о том, что немцы в если не в большинстве, но в своем очень большом количестве они были уверены в том, что регулярная армия немецкая она не причастна к тем к совершенным преступлениям, что это все гестапо, что это все ну вот не знаю спецслужбы, а как это стало возможным? Почему они думали, что регулярная армия немецкая не совершает преступлений? Ну, ну как, ну это понятный совершенно психологический феномен. В армию забирают людей, они обязаны туда идти и они сражаются, особенно в Германии, где такой культ всегда был военного дела, где военная это белая кость. И, конечно, кстати, понимаете, Вермахт хотели на Нюрнбергском процессе признать как организацию преступной, но не смогли доказать этого. То есть были преступления конкретных офицеров, солдат, генералов, но Вермахт как организация не был признан. и это вполне понятно, потому что командование Вермахта выполняло приказания по ведению войны. Война была агрессивная, но командование Вермахта не приказывало убивать мирных жителей. там было несколько приказов, вот когда приказали десантников, американцы, ну, десантников, противника, высаживавшихся сразу расстреливать на месте, даже если они сдались в плен, еще что-то, вот людей, которые отдавали эти приказы конкретно, их судили. Вот. Но ну как, очень трудно принять, что обычный человек вот в армию там твоего соседа забрали, тебя могли забрать, или там сына твоего мужа. Конечно, люди отторгают эту идею. Даже при отношении к гестапо это отторгали. Там просто сложнее это было сделать. Вы знаете, мы с коллегами обсуждали, вот я говорил о том, что буду с вами записывать интервью, и мы обсуждали тему того, как Германия проходила деноцификацию, и что было с немецким народом. И да, сначала это было ужасное уныние, апатия, страх, боль, вот это ощущение жертвы, о котором вы говорите. А потом вот кто-то из коллег, как мне кажется, удачно высказался по поводу того, что а потом возможно и была и некая злость на произошедшее, не знаю, на самих себя или на руководство своего государства, но они вот этот ресурс, а злость это же тоже ресурс, они направили в экономику своей страны. Но это им не очень помогло. Вот я как раз возвращаюсь к книге Моники Блэк, она пишет резонно, что ну там первый год-два разруха, ужас, и можно понять, почему ну в такие периоды всегда в истории ведьмы ищут виноватых, иррациональные силы. 49-й год уже совсем не так уж плохо. Уже создаётся ФРГ, уже денежная реформа, марка и огромное количество представлений о конце света. Ну может быть это связано с атомной бомбой. 50-й год, они уже очень хорошо развиваются и всё равно вот эти вот подсознательные силы вырываются наружу. Не всё они смогли сублимировать, я бы так сказала. Но вы знаете, вот Николай Пле, который написал потрясающую книгу «Неудобное прошлое» о том, как разные страны работают с травмами. У него такая идея, что он говорит, что сейчас все сравнивают с Германией. Не надо сравнивать с Германией, потому что германский опыт абсолютно уникален. И действительно, по разным причинам. А он говорит, а вот, например, стоит посмотреть на Аргентину и на другие страны. Вот может быть, там что-то. И Аргентина интересна тем, что там всё началось не потому, что их завоевали, а сами люди начали осмыслять и требовать справедливости. Вы знаете, я, когда ещё был студентом, мой университетский преподаватель однажды посоветовал мне прочитать книгу «Воспоминания о войне» Николая Никулина. И с тех пор я каждый год перед 9 мая, ну, перед маем, да, я перечитываю эту книгу. Обязательно. Исключением стал этот год, «Неверстайм». Это страшная книга. Это страшная книга. Это книга о свидетельствах того, что было на самом деле, да. Это воспоминания тогда 19-летнего парня, сотрудника Эрмитажа. И я вот, я её читаю и каждый раз думаю о том, ну, как же это стало возможно, когда вот наступил момент, когда война воспевается, я сейчас, естественно, говорю, да, там, о этих парадах и бряцания оружиям, которые были, происходили на Красной площади ещё там и до полномасштабного вторжения в Украину. И я не могу понять, как это, вот как это, как это возможно, как, почему, и почему в этом случае вот эту грязь, кровь, смерть, которую несёт, несла Вторая мировая война, это куда-то выбросили на задворки и оставили только смелость, решительность, победу за Сталина там и и так далее. Почему? Знаете, это очень подробно анализирует Евгений Добренко в книге «Поздний сталинизм» о том, вот как история войны заменялась историей победы. Это началось сразу. Это началось при Сталине. Вот эта вот лакировка войны, совершенно представление, и это, кстати, одна из причин ужасающих нынешней ситуации, потому что травма людей, пришедших с войны, не была проработана и не дали рассказать правду о том, что они видели. Он там очень интересно показывает, как вот первые месяцы после войны люди жаждали писать воспоминания, опубликовать свои дневники, и как это всё отодвинули, и стали писать такие совершенно лакированные тексты. То есть это всё было забито уже тогда, и тогда был создан образ мудрого вождя, вот любимая фраза, что зато Сталин выиграл войну, которая до сих пор звучит, значит, великого вождя, который победил, и с тех пор, собственно, вот уже больше полувека, на это работает мощнейшая машина пропаганды. Поэтому, конечно, я согласна, весь этот милитаризм начался задолго до вторжения в Украину, но вообще-то он начался по-настоящему сразу после войны. И вот это вот ужасно и страшно. А что обычно замещают вот этим милитаризмом? Это, конечно, решение для очень многих комплексов. Если ты принадлежишь к могучей державе, вот это как бы пропаганда надчеловеческих ценностей. То есть есть вещи, которые важнее человеческой жизни, ради которых можно отдавать жизнь. Это государство с его мощью, потому что все равно... И вот эти вот все самоубийственные образы, начиная с какого-нибудь Александра Матросова, которые осознанно пропагандировались, что вот так надо себя вести. Твоя жизнь не имеет значения. Имеет значение и это не то, что человек умирает, защищая свою жену и детей, но умирает, защищая родину. Якобы все шли в атаку с криком за родину, за Сталина. Хотя это, конечно, неправда. Вот за это. Это идея талитаризма. Она легко вбивается в голову, нелегко оттуда выходит. Вы знаете, когда говорят и рассуждают о будущем России, почему-то зачастую и в большинстве случаев говорят о России конкретно, как о государстве, у которого есть территория, предположения о том, рассыпется, не рассыпется. И очень мало говорят о россиянах. Вот о том, что будет с россиянами. И если руководствоваться историческим опытом, если это возможно, вы могли бы предположить, что будет с россиянами, с теми, кто не поддержал войну и уехал, с теми, кто не поддержал войну и остался в России. И тут, наверное, самое главное с теми, кто поддержал войну. Все абсолютно будут находиться в состоянии посттравматического стресса, тяжелейшего. У всех будет травма, своя. Да, у кого-то просто потому, что он был на войне, у кого-то потому, что он оказался выкинут с родины, потом он должен возвращаться или не возвращаться и как-то вписываться. У кого-то потому, что он верил в одно, а теперь ему говорят, что это все не так, что он верил в ужасающие вещи. И там, скажем, матери так сейчас любят глумиться над этими матерями, которые берут деньги, а вот она должна будет поверить в то, что ее сын погиб ни за что ради этого кровавого тирана. Это невероятно все сложно. Поэтому я с ним говорю, я думаю, что главная профессия будет профессия психолога настоящего. Иначе это будет вот то, как это проявилось после Второй мировой войны. Еще хуже, потому что та травма осталась, это наложить на травму непроработанную сталинизма, гулага, войны и еще это. И это будет просто полный кризис психологический, моральный, какой угодно. Вот с этим надо будет бороться, нет, с этим надо будет работать годами и десятилетиями. Тамара Натановна, я вам очень благодарен за этот разговор. Вы знаете, я вам абсолютно искренне и вам, и всем нам я желаю, чтобы я понимаю, что это такое вот из разряда оптимистических фантазий, но хотелось бы, чтобы так было. Я вам желаю, чтобы в науку, которой вы посвятили свою жизнь, больше никто и никогда не запускал в свои руки. Пусть запускают, только пусть не используют политических целей. Продолжение следует...